Фотический свет включает в себя волны видимого света и часть инфракрасного спектра без ультрафиолета. Некогерентный свет, несовпадающие изменения фазы между фотонами с разными длинными волн делают этот свет мягче, уменьшают его интенсивность, что обеспечивает безопасность и эффективность лечения. Низкая энергия света составляет 2,4 джоуля на сантиметр в квадрате в минуту. Это низкая и безопасная доза света, противоположность, к примеру, лазерным лучам. Линейно-поляризованный свет ЛПС. Когда рассеянный свет проходит через оптический блок брюстера, свет становится линейно-поляризованным, с идеально упорядоченными световыми волнами, которые распространяются в параллельных плоскостях, с ориентацией колебаний в одном единственном направлении. ЛПС гармонизирует межклеточные молекулы воды, которые передают свою упорядоченность клеточным мембранам, обеспечивая профилактику и активируя процессы заживления. В результате естественного процесса старения или болезни клеточный метаболизм нарушается, что постепенно приводит к смерти клеток, апоптозу. Человеческий организм на 70% состоит из воды. И молекулы воды, диполи, теряют свою упорядоченность, в связи с чем биологические структуры, с их чаще всего положительным зарядом на поверхности, не взаимодействуют с молекулами воды адекватным образом. ЛПС приводит молекулы воды к оптимальному линейному порядку, воздействует на липиды в клеточных мембранах и восстанавливает их естественное линейное расположение. Поляризованный поток фотонов сталкивается с электронами в фуллереновом фильтре. Электроны, которым дали толчок этим увеличением энергии, начинают скакать вокруг, как мечи, и передают эту энергию глубоким зонам тела. В то же время, после столкновения с фуллереном, поток фотонов изменяется в гиперполяризованный свет. Таким образом, ЛПС взаимодействует с фуллереновым фильтром C60, генерируя идеально упорядоченный ГПС по закону Фибоначчи. ГПС, который проходит гораздо глубже через наши ткани к нашим клеткам, достигает трискелеона. Это белки, ответственные за процесс поглощения метаболитов, гормонов и других белков. Роль трискелеона – находить метаболиты на поверхности мембраны клетки и на них самособираться в полиэдральную форму, называемую клатрином, геометрическая форма которого идентична C60. Когда клеточная мембрана обнаруживает эту форму, возникает резонирующее взаимодействие. Мембрана открывается и позволяет клатрину войти или выйти из клетки. Этот процесс позволяет клеткам общаться, транспортировать питательные вещества и избавляться от клеточного мусора, оставшегося после воспаления тканей. Этот путь используется гиперполяризованным светом, чтобы получить вход в клетку и обеспечить ее фотонами, которые метахондрии могут захватывать напрямую. Благодаря глубоким познаниям квантовой механики, мы инициировали создание метода транспортировки высокоорганизованного света глубоко в тело. Рассеянный свет отражается под многими углами и проникает в тело на глубину.